Здравствуйте, на этом видео! На этой неделе наша программа выходит раньше, потому что впереди аж 5 праздничных дней. Мини-каникулы начинаются в среду и закончатся только вечером в воскресенье. Рассказывать вам, как провести майские праздники, я не буду. Думаю про шашлыки и долгие прогулки по солнечным улицам, вы знаете, причем не хуже меня. Но могу посоветовать. Начну с 1 мая. В этот день нас ждет традиционная эстафета на призы газеты «Рабочий край». В этом году она проходит уже 86-й раз. Маршрут неизменен. Стартуют спортсмены с площади Революции. Туда же и прибегают, преодолев проспект Ленина и Шереметьевский проспект. На старт выйдут примерно 3000 жителей областного центра. А наш телеканал покажет прямую трансляцию с этого масштабного события на городских экранах. Будет интересно. Эти длинные выходные оптимальны для того, чтобы сходить в кино и посмотреть, пожалуй, самую эпичную ленту этого года. Киновселенная Марвел подытоживает 21 фильм о супергероях картиной «Мстители. Финал». Кстати, братья Руссо стали первыми режиссерами в мире, чьи три фильма подряд собрали в прокате больше одного миллиарда долларов. «Мстители. Финал» уже неделю штурмует мировой прокат. Отзывы и рейтинги отличные. По отзывам зрителей понятно, что будет и над чем посмеяться, и над чем поплакать. «Главное не то, чего мы лишились. А что сумели сохранить. Мы же мстители. Надо закончить начатое. Доверяешь мне?» «Доверяю». Солнечные майские лучше всего провести в гармонии с природой и посетить Ивановский зоопарк. Там новые вольеры, веселые, довольные, сытые и лоснящиеся животные больше тысячи видов. Плюс большие площади и совершенно никакого запаха пернатые, хвостатые, способные зарядить позитивом и поднять настроение. Некоторых обитателей муниципального зоосада можно покормить и абсолютно со всеми сделать бесплатное фото. «И малышей всех выкармливали у нас. То есть ежата, допустим. У нас же не только грызуны. У нас сектор такой. Все экзоты, полюбивые животные. У нас змеи есть, черепахи. Здесь вот еще и птички добавились к нашим. Самое интересное, это, конечно, обезьяны. Они ближе всего к нам по биологии. И их мозг развеет по-другому». 1 мая у нас будет велопарад, на который мы всех приглашаем. Туда могут приехать кто угодно. От самых младших детей с их родителями, а также ребята, которые просто катаются на велосипеде. Это у нас все пройдет на площади Какуй в 13.30 сбор. Мы проедем по кольцу, по которому проходит легкоатлетическая эстафета, и все вместе потом возвращаемся на Какуй. И тем самым мы показываем, сколько у нас много велосипедистов в городе, что они есть, и все они друг с другом еще и знакомятся. Такие выставки проходят раз в сто лет, уверены в художественном музее. Там открылась экспозиция художники и модели. Свои работы представляют четыре автора с общей эстетической платформой. Графики, живописцы и скульпторы. Невзирая на различия художественных приемов и методов, изобразительный ряд выставки выглядит логично и естественно. Художники и их модели, как всегда, обитают в своем зорко оберегаемом таинственном мире искусства, к которому зрители могут прикоснуться лишь с их разрешения и благословения. Посмотреть выставку «Товарищи по искусству» можно в течение всего мая. Если бы это происходило лет 10-15 назад, то эти люди вчетвером бы не соединились никогда, потому что они в сфере эстетики разного направления. Здесь есть конструктивист, есть классическое направление, есть дизайн чистый и чистая живопись. Дорогой наш зритель, после Первомайского праздника в Ивановском областном драматическом театре премьерные показы. Это подарок для вас, наш дорогой и любимый зритель. Осторожно, мамочки! 5 мая в 17.30. 4 мая также премьерный спектакль «Гроза» Александра Николаевича Островского в 17.30. И весь май перед закрытием сезона мы только для вас и только премьерные спектакли ждем вас в нашем театре. И теперь небольшой дайджест. С 30 апреля по 3 мая в Центре культуры и отдыха пройдет 26-й конкурс-фестиваль юных талантов «Жар птица». 3 мая с 15.00 гала-концерт и церемония закрытия. Вход свободный. 3 мая в Ивановском районе бегут участники тренировочной гонки ориентирования «Весенний замес 2». Это будет гонка преследований и масс-старт. Начало в 11.00. 4 и 5 мая на стадионе «Спартак» чемпионаты первенства области по кикбоксингу. В воскресенье 5 мая на центральной аллее парка 905 года будет организовано первенство города по велосипедному спорту в дисциплине кросс-кантри. Это будет парная эстафета. Стартуют спортсмены в 12.00. И в этот же день, но в Заволжском районе любители спорта бегут кросс-спринт по спортивному ориентированию. Это также будет в полдень. Вот и все, что мы хотели вам рассказать. Удачных праздников. И помните, собираясь в лес на шашлыки, что в регионе введен особый противопожарный режим горячего отдыха. До свидания.